всем большой привет меня зовут Танюшка добро пожаловать на этот youtube канал здесь я рассказываю про спорт про велоспорт про триатлон про путешествия и многое другое сегодня я вам расскажу подробности и покажу разные детали моего мега крутого путешествия в санкт-петербурге я приехала сюда для того чтобы преодолеть полу железную дистанцию триатлона а именно 113 километров что за один день что и преодолел ли я ее сегодня или нет давайте-ка я все расскажу по порядку я приехала санкт-петербург за два дня до начала моих соревнований для того чтобы заселиться в квартиру собрать свой велосипед проверить его как же мне его сделали на то правильно ли подкачали колеса и работает ли моя новая цепь потому что я решила заменить свою старую цепь на велосипеде на новую теперь остается один день до соревнований что же я сделала а именно я поехала в транзитную зону для того чтобы зарегистрироваться на соревнования получить свой стартовый пакет сделать распаковку и самое главное это поставить свой велосипед транзитную зону а теперь давайте посмотрим как это происходило вот так выглядит мой велосипед я его подготовила к старту что я именно сделала я прошла то поменяла свою цепь потому что у нее был износ больше 75 процентов купила себе новые бутылки также я еще добавила новую обмотку теперь она у меня красного цвета так что я на стиле вот так вот так Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Во-первых, мне нравится его качество Шикарное качество за 22 тысячи Или сколько там стоило в слове? 25 тысяч Кстати, да Почему так дорого? Извините меня Главное, мне подарили вот такой интересный красный брелочек Скорее всего, я его прикреплю сюда к рюкзаку Сразу это и сделаю Чтобы все видели яркость медного всадника Далее положили подарочный купон на массаж на 1000 рублей Прекрасно Положили разные рекламки Так, мне положили кофе, который я выпью утром, скорее всего Либо завтра, либо послезавтра Далее положили интересный храфтовый пакетик с коллагеном Коллаген я не пью Если кому-нибудь нужен коллаген, я могу его разыграть среди вас Так, далее Мы уже купили мне яркие красивые носочки В которых я хочу стартовать Я потом позже решу, что же я в итоге хочу Я выберу либо белые носки, либо эти яркие розовые Шикарный цвет, я считаю Это рекламка Самые важные мешки Вот они, началось Первый мешок красного цвета Он предназначен для бегового этапа Что это значит? Это значит, что когда вы войдете в вашу транзитную зону Вашу беговую одежду, а именно кроссовки, кепка, какие-то носки или питание Вы должны положить в этот мешок и затянуть И повесить на свой крючок персонального номера участника Следующий мешок Это мешок синего цвета Он предназначен для велоэтапа То есть вы в этот мешок должны положить исключительно вашу велоформу Я положу сюда очки, мой шлем Несколько еще бутылок воды, которые я тоже наполню водой Я положу туда свои вело-боты Как это все будет происходить? Сначала у нас начинается плавательный этап Я буду в гидрокостюме и в шапочке После плавательного этапа я сниму свой гидрокостюм Сниму шапочку, сниму очки И по красному коридору пробегу до транзитной зоны Далее в транзитной зоне я беру свой первый мешок Быстро должна буду переодеться Все свои другие вещи я должна буду положить в свой другой мешок Такая у нас будет передивашка А, смотрите, какая красивая шапочка для плавания Какая прелесть Вы любите оранжевый? И самый интересный мешок это... Стрит бербэк Что это такое? Это мешок камеру хранения То есть вы когда приедете в своих шмотках уличных, да, на старт, если вы приедете То потом сюда кладете свои персональные вещи Сдаете эту камеру хранения И по итогу, когда вы уже проходите всю дистанцию Вы получаете свои вещи Вот в этом мешочке Прекрасно, прелестно По вот этому номеру, который вам изначально прикрепили на ручку Я туда реально могу поместиться Он такой большой Мне подарили конверт В котором написано Моя дистанция Это 113 километров Мой номер 1009 Моя возрастная группа Это 2024 Здорово Классно И давайте теперь увидим Какого же цвета у меня будет Мой персональный номер Он голубой Какой красивый Класс Класс Мне нравится Мне нравится Моя Вот я пришла в транзитную зону, давайте я вам покажу, как она выглядит. Она представляет собой длинные такие аллеи с номерами с вашим персональным номером. Вы должны повесить свой велосипед так, чтобы ваше переднее колесо смотрело по направлению вашего номера. Вот и все. Смотрите, какая она огромная, эта транзитная зона. Но единственный минус заключается в том, что наши вот эти спортивные мешки, синие и красные, я должна сейчас буду повесить на крючочке, который находится за этим меня. И сначала, когда я буду забегать в транзитную зону, я беру этот мешок, переодеваюсь на месте и только потом я могу пробежать к своему велосипеду. И то же самое, когда я закончу велоэтап, я должна буду повесить свой велосипед, пойти опять к этим мешкам, переодеться. И только после этого выбежать на беговой этап. Достаточно много можно потерять на этом времени. Весесна все год. Теперь, когда я повесила свои мешочки на свой номер, да? Ой, я их перепутала. Теперь, когда я повесила свои мешки правильно, я направляюсь в сторону выдачи чипов. Теперь мне должны дать мой чип, который я надену. И он будет записывать весь хронометраж моего пути. Что надо? Да, больше вот нотки. Мой браслет? Да. Очень важный нюанс. Чип нужно крепить на левую ногу, потому что с правой стороны у вас находится ваша цепь. А теперь давайте я вам расскажу свои ощущения в день старта, что же было. Я проснулась рано, не выспалась. Всю ночь я пыталась уснуть, у меня были какие-то тревожные мысли. Плюс под окнами была какая-то вечеринка или тусовка, или день рождения. Поэтому мне удалось поспать всего лишь 4 или 3 часа от села. То есть я была максимально разбита, максимально убита. Но я не унывала. Я съела кашу, выпила чай, выпила смузи и поехала на старт. Так, ну что ж, погнали. Теперь транзитную зону для того, чтобы наполнить мои брилки водой, для того, чтобы съесть сочник и надеть гидрокостюм, не намазаться еще раз вазелином. Для чего? Для того, чтобы мои плечи, моя шея не превратилась в стертая кровавая месива. Ой, атмосфера, конечно, крутая, очень. Мне нравится. К сегодняшнему утра я не представляла, как много будет людей. Я просто в шоке. Вау, не влезать, о чем вау. Задители! Ладно, об этом, друзья мои. Начинаем от дизайн. Спора будет на 3-й дистанции. Приагон 112 км. Поэтому самое время разминаться. Как проходит триатлон? Триатлон это такое соревнование, когда человек должен преодолеть 3 дистанции за 1 день в нужном диапазоне времени. Сначала у вас идет первый этап, это плавательный этап, когда вы плаваете определенную дистанцию вместе с остальными участниками, либо в гидрокостюме, либо без, в зависимости от того, какие будут погодные условия, какая будет вода. Второй этап это велоэтап. Вы садитесь на свой велосипед, едете тоже определенную дистанцию, проезжая все точки, в которых вам нужно находиться, ваш чип будет считывать эти точки. И таким образом вы завершаете свой велоэтап по итогу пройденной дистанции. И третий это беговой этап. Также вы быстро переодеваетесь, нужно будет пробежать по обозначенной траектории, как только вы завершаете все, финиш. Соревнования закончились. Что же было у меня? Первая дистанция была плавание 1,9 км. Я включила свои часы, подготовилась к старту и думаю, все, классно, сейчас я пойду в первые ряды, где люди плавают по 1,30, по 1,40, по 1,50, по 2,0. Это я называю такой темп времени, это минуты 30, минуты 50 или 2 минуты за 100 метров. И таким образом вы можете понять, с каким темпом вы плаваете длинную дистанцию, как вы до этого тренировались. Я решила пройти вперед, и тут я поняла, что таких как я очень много человек. Почему? Потому что в этой полужелезной дистанции участвовало около трех тысяч человек. О май гаад! Это много, это очень много людей, это безумно много людей. Я смирилась с этим, сказала себе, окей, что меня шокировало. Когда я прыгнула в воду, я поняла, насколько она ледяная. Только в этот момент я поняла, насколько она ледяная. Хотя на мне был гидрокостюм, мне было безумно холодно, и у меня началась паника. У меня впервые в жизни началась паника. Почему? Потому что я пытаюсь плыть, у меня ничего не получается, я начинаю задыхаться, и тут люди, вот эти медленные, которые стоят сзади меня, они начинают меня вот так вот топить, постоянно топить, погружать меня в воду. Я пыталась проплыть хотя бы немного. У меня ничего не получалось, потому что из-за этого количества людей, просто месиво людей в этой воде, ты пытаешься кого-то обогнать. Через 500 метров у меня случилась паническая атака. Почему? Потому что, когда ты проплываешь в ледяной воде, и ты не привык плавать в открытой воде, не привык к холоду, потому что вода была где-то 18-19 градусов, у тебя случается шоковое состояние. Я пытаюсь дышать, а у меня не получается, я пытаюсь вдохнуть, а меня топят в этот момент. И тут я понимаю, что я начинаю просто задыхаться, у меня запотевают очки. У меня мысли только об одном, я не могу, у меня не получается, что мне делать? Я пробовала всего 500 метров, у меня впереди еще больше километра. И я понимаю, что в этот момент я схожу с дистанции. Все, мой триатлон закончился. Знаете, как будто бы отрезается абсолютно все, к чему вы готовились. А слот я купила в октябре, а сейчас июль. И с учетом того, что у меня были некоторые еще сложности со здоровьем и за коленей, я не бегала. Тут еще, получается, я не могу плыть. И у меня просто шок. Как же так? Почему? Мне плыть еще больше километра, мне очень холодно. Что мне делать? 5 минут я пыталась перевести себя в чувство. Я сама себя пыталась успокоить, потому что я никогда не сталкивалась с панической атакой. Когда вы просто не можете дышать. Вы пытаетесь вдохнуть, а у вас ничего не получается. Вы выдыхаете, либо наоборот, вы вдыхаете только маленькими глотками воздуха. То есть вот так, понимаете? И плюс вода еще ледяная. То есть ты даже никуда не сможешь уплыть. И мне пришлось кролем отплыть от всех, восстановить себя. Я потеряла минут 5 или 6. Может быть 7. Для того, чтобы просто банально успокоить себя. Но я успокоила. Начала плыть кролем. И поняла, что мне нужно сейчас самое главное дышать. Мне нужно дышать, дышать, дышать. Я начала думать о хорошем. Я начала думать о каких-то чайках, пальмах. О том, как я люблю мороженое. И таким образом мыслями разными я себя пыталась отвлечь. После того, как я успокоилась. Я проплыла брасом метров, наверное, 100-200. И потом, после этого, когда я восстановилась. Да, я потеряла очень много времени, но я не сдалась. Это самое главное. Я начала плыть кролем. И у меня начало получаться. Я начала обгонять всех каких-то мужиков. И быстрых, и медленных, и теток, и девчонок. Я начала просто всех обгонять. Спокойно, ровненько, поворачиваясь, как я научилась плавать. Я начала всех обгонять. Я понимаю, что я себя сконцентрировала и преодолела эту дистанцию достаточно быстро. По моим ощущениям. Но время было плохое. Время было где-то около 46 минут. Просто потому, что я словила паническую атаку. У меня никогда в жизни такого не было. Но, слава богу, я из нее выбралась, справилась. И я так обрадовалась, когда я увидела эту финишную прямую плавательного этапа. Оттуда выбежала, побежала в транзитную зону. Транзитная зона находилась очень далеко. Около 400 метров или 500 надо было бежать. И плюс мой велик был в самом конце транзитной зоны. То есть мне пришлось бежать еще через всю эту транзитную зону. Что нужно было сделать? Нужно было снять гидрокостюм, шапочку, очки и взять специальный синий мешок для вашего велоэтапа. Нужно было надеть шлем. Сверху мы надеваем очки. Нужно было съесть банан для заряда энергии. Также носки и велоботы. Взять свой велик. Включить компьютер и побежать. После того, как вы выбегаете из транзитной зоны, там есть определенная линия, за которую вы заходите. И только после этого вы можете сесть на велик. Я села на велик и начала по чуть-чуть, тихонечко себя настраивать на велоэтап. Потому что велик я обожаю. Велик я люблю. Всем сердцем и душой. Потому что с помощью велика вы можете разогнаться до любой скорости, которая вам угодно. Вот. И я поехала на свой любимый велоэтап. Велоэтап прошел для меня просто идеально. На плоскоче. Я ехала со скоростью 33, 34, 35. Но, естественно, был жесткий, сильный встречный ветер. Потому что в этот день был ураган. И обещали до 15 метров в секунду, что просто вот так вот елки сносила. К сожалению, так и было. Но мне настолько нравился велоэтап, что я вообще не обращала внимания, насколько мне там тяжко, не тяжко. Я просто ехала и говорила, ааа, какие красивые елки, ааа, какие красивые деревья, ааа, какой красивый мост. И там просто люди, которые пытаются усидеть с моей скоростью. А драфтинг был запрещен. Расстояние необходимо было держать 10-12 метров. Если вы этого не делаете, то у вас будет дисквалификация. До свидания. Вот. Поэтому я с удовольствием еще крутила свой велосипед. Я вам покажу свои результаты времени, средней скорости, в котором я записали часы. Естественно, это было очень много также зон с подъемами, с встречным ветром и подъемами, и боковым ветром. А потом просто начался сильный жесткий ветер и дождь, который вообще никто не ожидал. То есть вы понимаете такую картину? Вы просто едете и резко начинается дождь, просто стеной. Ничего не видно, вообще ничего не видно. То есть ты едешь, у тебя очки все мокрые, все в каплях, так еще и не понимаешь, где вообще люди. Они перед тобой, они сбоку тебя. Потому что самое страшное – это врезаться в кого-то. Потому что иначе в тебя тоже врежутся люди, и это будет колоссальный завал. Это будет просто ужасно, это будет месиво людей. Вы представляете, на сколько скорость мы ехали? Если я ехала с горки, то я ехала со скоростью 55 км в час. Я ехала и говорила, о, 47, о, 51, о, 53, о, 55, ну можно еще поднажать. Ммм, 57, ммм, 58, мне это нравится. Вот это было классно. Я закончила свой виллайтап вообще с идеальным настроением, состоянием. Только единственное, у меня улетела вся еда от ветра. То есть я съела за виллайтап только один гель и две печеньки. Потому что вся остальная еда, она у меня улетела. Не знаю, может без кого-то. Если она в кого-то улетела, то простите, пожалуйста, я не хотела вас убивать печенькой своей. К сожалению, она улетела. Но у многих людей что-то улетало. У кого-то отлетел гарминовский компьютер, велокомпьютер. Дорогое удовольствие. У кого-то вообще вилла туфля потерялась. Я вообще не знаю, как она могла так слететь и отстегнуться. У кого-то бутылки летели все время, какие-то фантики. А мусорить тоже запрещено, иначе тоже будет дисквалификация. То есть во всем нужно соблюдать чистоту и порядок. После велоэтапа нужно было сойти до определенной линии и уже дальше пешочком зайти в транзитную зону. Так если вы это не сделаете, у вас будет дисквалификация. До свидания. Я этого боялась, поэтому я спешилась, то есть слезла с этого велосипеда намного ранее. То есть, наверное, за 4-5 метров. И мне пришлось вот так вот пешочком идти до этой линии. К сожалению, у меня там последняя средняя скорость, она, естественно, сразу упала. Она очень была маленькая. Так, возможно, была бы нормальная средняя скорость. Но все равно велоэтап мне безумно понравился. Очень понравился. Далее было самое интересное. Я съела свой сочник. Это единственная еда, которая у меня была в транзитке. На случай, если у меня что-то случится с едой, если я не буду есть гели. А гели я вообще не ем. Если, допустим, мне не понравится банан. Бананы я люблю, но мучное все-таки дает мне больше энергии. Поэтому я была рада, что у меня был сочник. Далее я надела кроссовки. Я сняла свой шлем. Оставила очки, выпила воду и побежала. Почему для меня был самый сложный и самый страшный это беговой этап? Потому что я не бегала два месяца. Мне нельзя было бегать. У меня травмированные крестовидные связки. В принципе, все связки, которые соединяют колени, они были в очень-очень плохом состоянии еще два-три месяца назад. Почему? Потому что зимой я каталась на черной трассе в Сочи. И у меня было достаточно жесткое падение на льдину, на глыбу. Я чуть не свалилась в обрыв. И я этого не знала. У меня болели колени. Когда я вернулась в Москву, я продолжала крутить, продолжала бегать. Это было зимой. Я готовилась к триатлону. Думаю, ничего страшного. Поболят и перестанут. И в итоге у меня случилось так, что через несколько месяцев, а именно в апреле, я вообще не могла ходить. У меня была резкая боль, судорога. Оказывается, у меня был надрыв заднего рога мениски. Многие врачи мне говорили, зашивай колено. Я говорила, нет, я не хочу операции. Я выпаду из спорта на год. Мне говорят, окей. Тогда нужно будет делать ударно-волновую терапию, УВТ, магнит, всякие разные тейпы, процедуры. Я говорю, окей, давайте. Но бег нужно было полностью исключить. И практически весь велик. Я оставляла велик только один раз в неделю. Либо у меня был велик один раз в 2-3 недели. Вы представляете, у человека, который занимается триатлоном, у него просто вообще выпадает все. Все, что только есть. А триатлоном я занимаюсь всего 8 месяцев. Из них, в которых я выпадаю по бегу на 2 месяца. По велику тоже я выпала. Ну, в общем. Начал самый беговой этап. И тут я понимаю, естественно, что мне сначала хорошо, мне легко. Я думаю, вау, как здорово. Я бегу сейчас с темпом 4.30. А я бегала, последний раз с темпом 5.0, 4.50. Я думаю, как мне легко и хорошо. И после третьего километра я чувствую резкую боль в коленях. Я понимаю, что мне безумно больно. Ужасно больно. И когда я смотрю на часы, я вижу свой темп. У меня 5.56. Я понимаю, что мне очень больно. Дыхалка у меня работает. То есть я могу бежать, но боль в коленях ужасна. Тут я понимаю, что мне тоже нужно входить в это трансовое состояние. Когда вы говорите, так, смотрите, как я красиво бегу. Какие здесь красивые деревья. Там были, правда, очень красивые деревья. А в этом парке еще белочки живут. Я думаю, какие у них хвостики пушистые. Какие они классные. Потом я вижу своих друзей и знакомых. Говорю им, привет. Они мне говорят, привет, Анюшка. Мы немного поболтали. И я побежала дальше. И понимаю, что окей, я могу бежать с темпом 5.15. Я настроилась. Каким-то образом, в общем, чудом я преодолела эти километры. И потом, когда я увидела финиш, у меня был, знаете, такой мандраж, такое счастье, что вся эта дистанция, она была для меня такая красивая. Я справилась с тем, о чем я думала последние несколько месяцев, чуть ли не каждый день, что я хочу это сделать. И когда я увидела финиш, я понимаю, что очень хочу ускориться. И последние там 400-300 метров я ушла на хорошее ускорение. Финишировала с такой улыбкой. Мне так это понравилось. У меня была такая, знаете, и гордость, но больше эмоция счастья от того, что я преодолела эту дистанцию. Несмотря на дождь, который был там 3-4 раза. Несмотря на какую-то боль, усталость, вот эту паническую атаку, на которой могло бы все вообще закончиться. Но нет, я это сделала. И мне это очень понравилось. А теперь я побегу на автопати. Я нанесла уже сюда блестки себе. Буду танцевать, зажигать. А вам я желаю хорошего дня. И сейчас я здесь покажу маленькую вставочку моих эмоций после моего старта. Что ж, мои прекрасные, наконец-то я закончила свою гонку. Я приняла душ, купила себе кофчику, потому что мне очень холодно. Ужасно холодно. И у меня еще мокрые кроссовки. Я надеюсь, я не заболею. Я выпила сейчас чай, съела бургер и пасту. Чувствую себя прекрасно. Я стихами прямо заговорила. Шикарно. Сейчас я вам покажу, как выглядит финишная прямая. Хочу запечатлеть этот момент. Честно, для меня было невероятно круто поучаствовать в таком масштабном спортивном соревновании. Я чувствую себя легко. Несмотря на то, что бег мне отдался проблематично из-за боли в коленях. А на плавании я чуть не утонула. Но самый крутой это был белый этап. И, наверное, за счет того, что была красивая локация, была приятная погода. Дождь был три раза, но зато это меня освежило. Мне это понравилось. И, наверное, когда ты просто находишься в комьюнити тех людей по интересам, кто тебя понимает, поддерживает. Это дает невероятную силу, мощь и веру в себя. Это круто. Это круто, что сегодня я преодолела новую ступень в своей жизни. Запомнила новые моменты. Мне это понравилось. Так. А я вам желаю хорошего дня. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Подписывайтесь на мой Telegram. Там я разыгрываю, кстати, маленькие подарочки каждый день. Ну, либо несколько раз в неделю их буду разыгрывать, чтобы вас не слишком баловать. Вот. И вот за это ставьте лайк этому видео. Всем пока-пока. Люблю вас. Точка.